Всем привет! Меня зовут Владимир Кривенко, я из Минска. Тема моего доклада «Особенности тестирования на север-приложении». Честно признаюсь, ничего шокирующего рассказывать не буду, так как нет никаких значимых отличий в тестировании. Но я хочу обратить ваше внимание в первую очередь на специализацию баз данных и их философию в каком-то роде. Мы будем рассматривать некий обобщенный образ баз данных и в фокусе их прямого предназначения. Поднимите, пожалуйста, руку, кто уже работал с NoSQL-системой и не знает, что такое. Ого, круто! Достаточно много будете что-то подсказывать. И теперь к делу. Я тестирую в компании ProLect. Компания специализируется на разработке приложений с повышенными требованиями по скорости, работы по масштабируемости. В основном направлении NoSQL. К слову, не так давно выпустили свой инструмент. Называется RoboMongo. Он позволяет управлять MongoDB базами данных. Кому интересно, посмотрите. Он бесплатный, доступен под Mac, Linux, Windows. Недавно обошли по популярности запросов MongoVue от разработчиков Mongo. Чем гордимся? Пишу блог «Бэкскетчер». Там можно найти некоторые дополнительные материалы по моей сегодняшней теме. Будем следовать следующему плану. Вспомним теорию реализационных систем. Затем перейдем к NoSQL-приложению. Поймем, в чем заключается разница. Затронем тему распределенных систем, так как это важная составляющая концепции NoSQL. И выведем те самые особенности, которые могут, точнее, нехарактерны NoSQL-системам. Почему я хочу начать именно с реализационных систем? Потому что они на данный момент самые популярные, распространенные. И именно их ставит противовес NoSQL-решения. Я уверен, что большинство из вас уже работало с ними и знает, что такое. Очень быстро пробежимся. Реализационная база данных состоит из таблиц. Таблицы представляют некий бизнес-объект. В таблице у нас строки-столбцы. Данные типизированы. Так мы стремимся к обеспечению целостности данных. Также характерно нам понятие нормализации. Мы накладываем с стороны базы данных ряд правил и ограничений, чтобы добиться и обеспечить связанность данных и отсутствие испыточности данных. Замегая вперед, это свойство нехарактерно NoSQL-системам, поэтому у нас в кое-где могут данные дублироваться, местами противоречить. Также из нормализации следует, что у нас есть отношения между таблицами. Вот пример схемы данных. Но SQL у нас нет никаких отношений между таблицами и документами, и все разбросано. И, как правило, изволится SQL к язык-забросу. Считается, что реализационные системы не так хороши при работе с большим объемом данных, при высоких нагрузках, и сложнее построить распределенную систему. Это когда наши данные хранятся в общем-приложении, работает не в одном сервере, а на группе серверов. И если какой-то улзилл выходит из достойного состояния, приложение продолжает работать. Почему считается, и перетягивание канатов, это изображение, потому что очень много разных точек зрения, много дискуссий. Но в любом случае можно говорить про специализацию баз данных, где мы прекрасно знаем, что нет идеальных решений, инструментов, и мы на конкретной ситуации выбираем подходящее решение. То же самое с базами данных. То, что сложно реализовать с распределенными системами, мы можем использовать в другой класс решений. Как пример, NoSQL расшифровывается как не SQL, а не только SQL. Not only SQL важно понимать, что это всего лишь лейбл, он объединяет действительно большое количество решений, все они такие разные между собой, но их объединяет стремление эффективно справиться с высокой нагрузкой, чтобы все у нас так быстро работало. Достигается это путем разделения данных, как правило. И еще скажу, что NoSQL ничем не лучше и не хуже распределенных систем, они просто разные. Я уже упомянул, что распределенных системах – это важная часть концепции NoSQL. Мы так достигаем наших требований, наши цели. Распределенным системам характерно три свойства – согласованность, доступность и устойчивость к разделению. Под согласованностью мы предназначаем, что наши данные не противоречат друг другу, не дублируются. Под доступностью наши данные должны быть нам доступны для чтения и на запись в любой момент времени. И устойчивость к разделению. Если мы делим наши данные на изолированной группы, мы предполагаем, что ничего плохого с приложением нашим не случится. Теперь интереснее. Есть такая Телемабрюра, либо Телемокап. Она гласит следующее, что мы одновременно можем достичь любых два свойства из трех возможных. Реализационным системам характерна согласованность. Это вот вспоминаем про нормализацию. И доступность данных. Вот тут они пересекаются. Соответственно, с разделением данных у нас все сложнее, поэтому могут быть проблемы с масштабируемостью, скоростью работы. Вообще, чем сильнее у нас согласованность, тем сложнее нам, соответственно, добиться разделения данных. То есть они становятся менее гибкими и сложнее управлять. В NoSQL другой подход. Большинство решений, они жертвуют нормализацией в пользу доступности и разделения данных между узлами. Так мы достигаем заявленные характеристики. Но не все так просто. Часть систем, например, MongoDB, они частично продолжают быть в согласованности. Конечно, не в такой степени фанатизма, как милиционные системы, но все же там какая-то согласованность есть. И стремятся к разделению данных. Но бывают проблемы с доступностью. Какие-то определенные моменты. Не буду тут останавливаться. Типов данных очень много. Главное, чтобы вы понимали, что разработчикам есть, с чего выбирать. И просто представляли, что не все так просто. Давайте выведем некоторые свойства, которые характерны большинству NoSQL систем. В первую очередь, это стремление денормализировать данные. Второе, как правило, наши данные распределенные. Мы стремимся к этому. И не используется NoSQL. Но это свойство нас менее всего интересует. Теперь, то что касается тестирования. Все эти свойства выходят из самой специфики баз данных. В первую очередь, это отсутствие нормализации. Давайте представим, у нас есть приложение и какое-то поле. Например, счетчик сущности. В случае реализационных систем мы с большой долей вероятности полагаем, что это значение будет тянуться с одной таблицы и отображается в разных местах. В случае NoSQL у нас нет нормализации. Соответственно, это значение будет разбросано по всей базе данных, хранится в разных таблицах, документах. И если мы делаем какое-то изменение, в случае распределенных в реализационных систем, тестировать меньше, в случае NoSQL решений. Соответственно, мы можем где-то пропустить какое-то изменение, и в одном месте у нас будет отображаться один шочек, в другом – в другом. Это довольно-таки распространенные в моей практике, поэтому обращайте внимание, что действительно данные можно просто не противоречить. Второе свойство – это отсутствие проверки целостности базы. Когда мы тестируем реализационную систему, мы можем открыть схему данных, изучить ее, посмотреть, какие ограничения, типы данных, и как-то проверять это с UI. В случае NoSQL у нас такой возможности просто нет, потому что вся логика работы с данных находится в ходе. Разработчики очень довольны, потому что не нужно возиться ни с нормализацией, ни с чем другим. Приходится больше программировать, это то, что нужно делать разработчики. Ну, так как программировать приходится больше, и, на мой взгляд, прортины становится тоже больше, мы можем ошибиться. И какой-то другой пример. У нас есть приложение, уже работающее, данные сохранены в базу данных. Приходит новое требование, нужно модифицировать данные, добавляем новые значения, например, на форму. И в случае революционных систем мы залазим в базу данных, там и вставляем какие-то проверки на уникальность, там, типы данных, на NotNow. В случае NoSQL систем нам нужно в всех местах, где эти данные читаются, записываются, в ходе выставить все эти проверочки. По моему опыту, тоже достаточно распространенная ошибка именно для NoSQL приложений. Следующее свойство – это согласованность. Я уже упомянул, что в NoSQL системах к этому деляется меньшее внимание. Это когда мы строим распределенную систему. Представим, есть два пользователя, они шлют одновременно запросы. Они, возможно, в разных регионах и будут обрабатывать разные узлы нашей системы. Соответственно, до тех пор, пока данные между узлами не обменяются информацией о обновлениях, наши пользователи будут видеть уже устаревшие данные, можно сказать, противоречивые. Либо другой пример. У нас есть интернет-магазин. Выкладываем 100 единиц товара. Допустим, 500 пользователей одновременно хотят это сделать. В регионных системах там все-то очередно будет, там у нас все синхронно. И, допустим, 200 пользователей все-таки купили. 100 товаров, такое может быть, хотя маловероятно. Соответственно, нам нужно разводить такую ситуацию, когда система обновит все данные. Соответственно, нам нужно кому-то вернуть деньги, кому-то там просто отписаться. Вот такие моменты могут быть. То есть тоже им нужно уделять внимание. Сам бизнес говорит по этому поводу, что мы-то довольны, пользователи быстрее дают деньги, там не ждут. А если вот все-таки произошла такая ситуация, мы извинимся, предложим купить ему другой товар, вот там со скидкой, естественно, опять получим деньги. Точность важна, она действительно очень важна, но если мы не можем получить все быстро, она имеет значение. И еще несколько моментов, с которыми мы столкнулись, это объем базы данных, он действительно бывает большой. Некоторые продакшн базы данных мы не всегда можем развернуть на наших локальных серверах. У разработчиков тоже бывают проблемы с железом, поэтому имейте в виду, что могут быть такие проблемы. Тестируем мы на специальных, укороченных базах данных, максимально адаптированных к продакшн. Что еще? Ну, нужно мониторить состояние железа на продакшн-системах. Я уже упомянул, что систем много, не лишним будет ознакомиться с свойствами конкретной базы данных, кто-то хранит все в памяти, кто-то вообще, по сути, правиловая систему, нужно знать и как-то с это важным учитывать тестирование. Также столкнулся с тем, что наши разработчики, чтобы добиться максимального эффекта от использования новости пол-систем, они используют ряд нестандартных архитектурных решений. В своем блоге я писал про Secure Reservant Sourcing. Не то, чтобы они как-то прям кардинально сказываются на тестировании, скорее какие-то технические моменты, моменты организации. Ну, интересно, почитайте. Ну, и вам не будет лишним общаться с разработчиками, где что может вывести. Отказоустойчивость. Мы уже говорили, что у нас распределенная система. Узлы. Нужно проверить, что данные, обмен данными работает. Если какой-то узел падает, нужно убедиться, что вся система продолжает функционировать, он поднимается, и нет потери данных. Производительность. Наши клиенты приходят к нам с одним из главных требований. Это по скорости работы. На производительности уделяем большое внимание. Нужно продемонстрировать, что выбранное нами решение не просто модное словечко, а действительно работает. Даже можно сказать, что одно из ключевых параметров для многих наших клиентов. И есть хорошая новость. Используется SQL в большинстве систем, поэтому нет проблем с SQL инъекциями. Но специалисты по безопасности выделяют ряд проблем теоретических. Это JSON инъекции, манипуляции с REST интерфейсом, JavaScript инъекции также возможны. Ну, я так более-менее спокоен, не особо разбираюсь с этой темой. У нас вроде бы никто не жаловался. Мои контакты. Спасибо всем за внимание. У нас есть время на вопросы? Готов ответить на все вопросы? Там сзади человек. Добрый день. Меня интересует такой вопрос. Занимались ли вы разработкой и поддержкой разных систем, как гуляционных, так и на Усквере? Да. Чтобы надо было развернуть систему, либо заказчик хочет, там, на Орак, Лимайский, либо там, на Монгадиби. Да, на моем последнем проекте использовались Microsoft SQL и Монгадиби одновременно для разных целей. Это вот как раз-таки вопрос о специализации данных. В тестировании это как-то не особо влияло. Единственное, что мы следили, что там SQL работало, Mongo работало. Как-то именно проблем с одновременной их работой так особо не обнаружил. Что сложнее тестировать? И где больше проблем? Для меня, так как я всю жизнь работал с революционными системами, сам их разрабатывал, было сложно просто прийти в компанию, где был SQL. Я вообще не понимал, как не может быть, отсутствуют отношения между таблицами, документами, совсем другие термины, какие-то коллекции. Нет, SQL, а как это вообще сложно? Поэтому этот переход мне довольно-таки долго занял время. Плюс реально отсутствие SQL, запросы в феволюционном пишутся довольно-таки непривычно. Автоматизация есть? Автоматизация есть. Ну, различий, то есть сложности я не замечаю. Поэтому не упомяну. Спасибо. Спасибо за такое аплодисменты. Спасибо.